Да, алло, слушаю вас, алло, алло, алло. Здравствуйте, Альфа-Банк, специалист Алексей Геннадьевич. Кто Алексей Владимирович, это вы? Еще раз, кто не услышал, кто спрашивает? Альфа-Альфа-Банк. А фамилия? Ваше имя, отчество? Михайлов, моя фамилия, Михайлов, Алексей Геннадьевич, меня зовут. Ага, слушаю вас. Добавочная моя, 83-571. У вас имеется задолженность по кредиту. Задолженность по карте вы не оплачиваете. 18 июля вас даты полтира. Ага. По какой причине задерживаете? Деньги кончились у меня. Закон потерял. Ну, договор читали, наверное, да, то, что отсутствие средств является основанием. Договор читал очень внимательно с юристами. И помимо этого пункта нашел очень много пунктов, которые вообще противоречат действующему законодательству. Там, кроме того, что на меня возлагается какая-то ответственность, с вас снимается вообще любая ответственность. А договор, как мы... Ну, и про гражданскую кодексу все составлялось. Там нарушений нет. Ну, Афей Геннадьевич, давайте когда думаем, что вернемся. А почему вы не договорили? Вы же очень в тему начали говорить. Про соответствие гражданскому кодексу начали говорить. И вдруг сорвались. Тема-то как раз-таки очень важная. Давайте-ка обсудим сначала договоров. Ну, на предмет ответственности... Не берите в Альфа-банке кредит. А, что, плохой банк, да? Обманывает людей? Нет, не обманывает. Пользуется их юридической некомпетентностью, да? Что, Алексей Владимирович, что такое? Ну, я вот, вы говорите, не берите кредит в Альфа-банке. Почему не берите? Вот вы сейчас нарушили обязательства по оплате срок. Ну, так я нарушил условия договора. А, как выясняется, договор ничтожный. А, Алексей Владимирович, вы знаете, что такое ничтожный договор? Да, очень хорошо знаю. Скажите мне это определение. Договор, который в части или в нескольких пунктах противоречит действующему законодательству. Составлен вопреки действующему законодательству. Вот вы скажите, какой у меня долг сейчас? Скажите, пожалуйста, какой у меня сейчас долг? Долг у вас. Комиссия у вас распишется с доступного лимита. В течение суток надо внести 4800 рублей. Так, ага. А какой долг у меня? Вот сейчас сколько я задолжен? Вы про долг имеете в виду сумму основного долга? Сколько вы задолжали основной долг? Да. Вы же знаете, что данную информацию уточняется в колл-центре по номеру горячей линии. Слушайте, подождите, вы что, не можете мне сообщить? Вы не знаете линии? Нет, Алексей Владимирович, мы другими вещами занимаемся. У нас разделение труда. Данная информация по номеру 880... Тогда вы некомпетентный человек, почему вы звоните... Алексей Владимирович, я вам еще раз говорю, мы звоним в рамках просрочной задолженности. В рамках просрочной задолженности сотрудник звонит совершенно некомпетентно. Я вынужден выразить свои подозрения в том, что вы вообще не из Альфа-банка звоните. Алексей Владимирович, я вам добавочные цифры свои рассказал. Я вообще, знаете, сейчас мне могут эти добавочные... И как я удостоверюсь, что это из Альфа-банка... Алексей Владимирович, ответьте мне на вопрос. Вы отказываетесь от оплаты или вы будете отоплачивать? Я, конечно, буду оплачивать, но после того, как банк приведет соответствие договора. И поручит вообще процедуру взыскания сотрудникам, которые имеют на это право и обладают полностью информацией. Альфа-банка звонит? 4 800 в течение сутки. Я вам информацию предоставил. А если этого не произойдет? Ну, значит, там звонки будут продолжены, сумма за счет... А в чем страх? Я, допустим, рад вашим звонкам. Но толку от ваших звонков. Вот звонят сотрудники, которые... Алексей Владимирович, у меня в последствии спросили. Я еще много чего хочу вас спросить на основании того, что вы звоните мне из банка. Как вы утверждать пытаетесь. Если вам есть дополнительный вопрос, я вот сейчас... Алексей Владимирович, я вас сейчас перевожу на группу... Куда вы меня переводите? А вы мне зачем тогда звонили? Переводит он меня. Я вообще подозреваю, что ты мошенник. Я вам... Понимаешь? Вот сейчас со всей ответственностью заявляю. Я подозреваю, что ты мошенник. Ты даже не удостоверился, что это Алексей Владимирович. А ну-ка напомни мне, дружок, где была хотя бы попытка удостовериться, что это Алексей Владимирович? Хотя бы спросить, и он это, или не он? Это не Алексей Владимирович. А это не Алексей Владимирович? Это не Алексей Владимирович? Нет, не Алексей Владимирович Алексей Владимирович, мне достаточно Что вы вначале ответили А я ответил, а прослушай свою запись разговора Дружок Алексей Владимирович, до свидания, давайте попрощаемся Тяжело тебе работать, да? Ответь мне на один вопрос, дружок Алло Что ты работаешь на этой работе? Очень многим интересно Мне как юристу интересно, ты что работаешь на этой работе? Алексей Владимирович Это не Алексей Владимирович, это юрист его Ты разговариваешь с его юристом Вы юрист, да, то есть получается? Да, я юрист, человек, к которому обратился Алексей Владимирович за помощью Ты понимаешь, что ты на пустом месте Прометировал великолепный банк На пустом месте Давайте попрощаемся Давай, начинай прощаться Я бы на том месте извинился За то, что ты в воскресенье звонишь людям Диалог, ну очень неконструктивный характер Да вы так все говорите Вас там зачем этому учат? Это уже смешно это слышать Конструктивный Ты хоть понимаешь, что такое конструктивный диалог? Ты мне вот ответь на вопрос Конструктив, неконструктив Зачем ты работаешь? Почему я тебя тоже не перебиваю? Все неконструктивный диалог До свидания До свидания Клади трубку Чего не кладешь? Запрещено кнопку нажимать какую-то тебе? Звонят по воскресеньям Людям голову морочат Но не знают вообще, что звонят Ответить на элементарные вопросы не могут Еще один вопрос Полиции Владимировичу номер сотого не поменялся? Ты еще тот, что ли? Ты же сказал до свидания Я информацию конфиденциальную о своих клиентах Не выдаю, кому попало Голос в трубке Теперь точно до свидания Точно до свидания, да? Клади трубку раз точно до свидания Субтитры создавал DimaTorzok